Брат, я рад встретиться с тобой. Я смотрел тебя на ютубе. Барикалавик. Я смотрел тебя. И так как я родился мусульманином. Машалла. Тебе не понравится это. Нет-нет, ты можешь спрашивать что угодно. Я здесь, чтобы ответить на это, иншалла. У меня есть некоторые вопросы. Я смотрел твои видео. Да, ты можешь спрашивать, иншалла. Я просто хочу вернуть свою веру. Хорошо. Понял. Ты хочешь вернуть свою веру, свою убежденность. Хорошо. Это сложно, брат. У меня есть много вопросов, которые крутятся в голове. Хорошо. Для начала, как твое имя? Меня зовут Мурат. Как? Бурак. О, Бурак. Хорошо. Ты турок? Да. Хорошо. Рад познакомиться с тобой, брат. Смотри, брат. Есть различия между вопросами и между научением шайтана. Потому что, помни, шайтан никогда не оставит в покое тебя и меня. Поэтому, если у тебя есть вопрос, я здесь, чтобы ответить на него. Соответствуй с моими знаниями и возможностями. Хорошо? Но также есть определенные вопросы, которые не следует спрашивать. Не потому, что на них нет ответа, но потому, что сам вопрос – софистика. Знаешь, что такое софистика? Позволь мне привести пример. Это глупый вопрос. Да, это глупый вопрос, либо игра словами. К примеру, христианский аргумент «Если Бог может сделать всё, то Он может стать человеком». Это софистика. Знаешь почему? Нет-нет, мне это не нужно. Я не говорю этого. Потому что, если Бог станет человеком, человек ограничен. Но Бог имеет неограниченную силу. Так что это парадокс. Это не имеет никакого смысла. И также у некоторых мусульман есть вопросы, основанные на либерализме, секуляризме или атеизме. Понимаешь? Так что на этого человека сильно повлиял либерализм, или атеизм, или секуляризм. И поэтому он думает, что ислам выступает против здравого рассуждения. Но ислам не выступает против здравого рассуждения. Но ислам выступает против мнения, которое повлияло на него. Ты понимаешь, о чём я? Да-да. Так что, если мы согласны с этим, какие у тебя есть вопросы? Я уверен, что ты уже слышал этот вопрос миллион раз. Ладно, пусть это будет миллион первый раз. Потому что никто не даёт мне правильный ответ. Мой вопрос следующий. Если Бог всезнающий, и Он знает всё, что произойдёт, хорошо. И у нас есть свобода воли? Да. Почему тогда подобные Гитлеру и Сталину родились в этом мире? И ответ, который я получил на это, у каждого есть свой выбор и свои собственные решения. И Гитлер и Сталин делали то, что делали, согласно своему свободному выбору, который Бог дал им. Хорошо. Но мой вопрос касательно этого. Разве Аллах не знал, какие решения они будут принимать? Даже до того, как они подумали бы сделать их. Да. Я бы не сказал, подумали. Потому что ты думаешь, когда ты не знаешь. Во-первых, это один из софистических вопросов. Знаешь почему? Потому что ты диктуешь Аллаху то, что Он должен был сделать. Да, я приведу тебе пример. Разве это логично и рационально для того, у кого ограничены знания, судить кого-то, у кого совершенное знание? Конечно, нет. Хорошо. Поэтому я... Поэтому я упомянул об этих нелогичных вопросах. Иногда ты думаешь, что это логичные вопросы, но в действительности это не так. Вопрос был бы действительным, если бы ты спросил, почему Аллах создал Гитлера в раю, если бы он убивал людей в раю? Потому что раю – это не место для испытания. Хорошо? Это было бы логичным аргументом. Почему Гитлер убивает людей в раю? Ведь в раю не должно быть ни убийств, ни страданий. Но в этой жизни Аллах создал нас, чтобы испытать нашей жизнью, нашим богатством, нашими детьми. Так что это имеет смысл. Понимаешь? Поэтому ты видишь, что такой вопрос основан на неправильных предпосылках. Поэтому это твоя предпосылка, ты думаешь, что эта жизнь должна быть идеальной. Но Аллах не говорил, что она будет идеальной. Идеальная жизнь будет в раю. И когда я говорю «идеальная», это значит, нет убийства, нет страдания. И всего этого, понимаешь? Это то, что я имел в виду. Многие мусульмане, когда они задают вопросы, без проблем, ты можешь задавать вопросы. То есть ты говоришь, что когда кто-то задает вопрос, у него должны быть некоторые логические принципы. Они противоречат здравому смыслу. Потому что, например, если дочь говорит, что ее отец... Хотя, забудь об этом. История в Коране. История в Коране о Мусе и Хидре, Мир Им. Ты знаешь о ней? Муса? Да, я знаю историю о Мусе. Эта история в Суре Аль-Каф. Эта история на самом деле объясняет все для нас. Каждое сомнение об определении Аллаха о зле. Эта история объясняет это. Давай посмотрим, как. Хорошо. Муса Аль-Иссалям однажды был спрошен одним из его последователей из сынов Израиля. Кто более знающий человек? Это упоминается в сборнике Бухари. Его спросили. О Моисей, кто более знающий человек? По мнению Моисея, он пророк Аллаха, поэтому он самый знающий человек. Он сказал «Я». И тогда Аллах упрекнул его. Когда я говорю «Упрекнул его», значит поправил его. Братья и сёстры, прошу ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. И он сказал ему «Не говори этого, но ты должен говорить, знание этого конкретного вопроса принадлежит Аллаху». И Аллах сказал Моисею «Я отправлю тебя к человеку, который обладает большим знанием, чем ты». Хидр обладал знанием, как сказали учёные. Или «Я скажу тебе позже». И теперь Моисеич встретил Хидра. И он сказал Моисею «Не иди со мной, потому что ты увидишь вещи, которые будут беспокоить тебя, и ты не сможешь стерпеть этого». И Моисей сказал ему «Нет, я смогу». Так что они пошли вместе. И когда они достигли реки, они встретили бедных юношей, которые работали на лодке. Они использовали её, чтобы зарабатывать на ней деньги, перевозя людей с одного берега на другой. И Хидр был праведным человеком. Поэтому они позволили ему проехать бесплатно. Хорошо? И когда они прибыли на другой берег, Хидр сделал пробоину в их лодке. «О, видишь, Моисея сказал ему, что ты делаешь? Эти юноши перевезли нас бесплатно, а ты повредил их лодку. Ты и я, и все здесь. Если бы мы увидели, как Хидр делает это, мы бы назвали Хидр злым человеком. «Смотри, люди оказали тебе услугу, позаботились о тебе, а ты делаешь пробоины в их лодке?» Хидр сказал Моисе «Разве я не говорил, что ты не сможешь сохранять терпение рядом со мной?» Моисе сказал ему «Не наказывай меня за то, что я позабыл. Я больше не буду спрашивать, давай продолжим наш путь». И они продолжили путь, пока они не встретили мальчика. И Хидр убил его. Моисе сказал «Как ты мог убить невинового мальчика, который ещё не грешил? Почему ты убил его?» Видишь? И сейчас все, кто стоят здесь, если бы они увидели его поступки, мы бы все неправильно поняли его поступки. Почему? Потому что Аллах дал ему знание, которое называется «Ильмуль-Айлаль». Что такое «Ильмуль-Айлаль»? Это знание результата. Потому что есть два вида знания. Есть скрытое знание, есть проявленное знание. Аллах обладает обоими, хорошо? Так что Аллах дал Хидру некоторые из скрытых знаний об определенных действиях, которые приведут к определенным результатам. Хорошо? Так что в третий раз, когда они шли вместе, они пришли к одной деревне и попросили его жителей накормить и приютить их. И жители сказали «Мы не дадим вам приюта». И Хидр увидел там стену, которая вот-вот хотела брушиться. И он выпрямил её. Мусе сказал ему «Ты очень странный человек. Ты сделал пробоину в лодке тех, кто помог нам, а тем, кто отказался помочь нам, ты починил им стену». И он сказал Мусе «Этого достаточно». Он сказал, что, касается корабля, то он принадлежал беднякам, которые трудились в море. И я захотел повредить его, потому что перед ними находился царь, который силой отнимал все неповрежденные корабли. Так что теперь то, что он сделал, это добро или зло? С этой стороны это добро. Да, это добро. Потому что он спас их от злого царя. Потому что если бы он оставил их лодку такой, какой она была, то царь бы просто отнял её у них. И тогда они вообще бы остались без ничего. Так что эта пробоина для нас выглядела как злой поступок. Но в действительности это было добром. И ты можешь установить это на всё. Конечно, когда речь идёт о действиях Аллаха. Что более сложное и непостижимо? Действие Хидра, который является ещё одним человеком, как Муса? Или действие Аллаха, который обладает совершенными знаниями и совершенной мудростью? То есть мы в основе не можем понять ничего. Нет, мы можем понять некоторые вещи. Как я уже сказал, есть два вида знаний. Есть скрытые и явные. Да, есть скрытые и явные знания. Да, есть скрытые причины. И также Ибн-Уттаймия сказал... Один из великих исламских учёных Ибн-Уттаймия сказал, что ислам никогда не приходил, чтобы противостоять здравому смыслу. Но он пришёл, чтобы призывать к здравому смыслу. Например, я не знаю, как работает светофор. Если ты начнёшь объяснять мне, я скажу «Субханаллах». Понимаешь? Для меня это невероятно. Но это не значит, потому что я не знаю, как это работает, поэтому это какая-то ерунда. Понимаешь, брат? Так что это моя точка зрения. Да, у тебя должны быть основы знания. Когда у тебя есть эта основа, ты можешь иметь дело с любыми сомнениями, иншаллах. Поэтому, когда дело доходит до Аллаха, для тебя и меня это иррационально, нелогично и невозможно судить о действиях Аллаха. Например, я встретил кого-то и говорю ему, «Почему ты не веришь в существование Аллаха?» И он говорит мне, «Как я могу верить в существование Аллаха? Ведь когда я был маленьким, моя мать умерла». Поэтому, по мнению этого человека, если бы Аллах существовал, он бы не забирал его мать. «Хорошо. И я встретил другого человека, или девушку». И она сказала мне, «Как я могу верить в существование Аллаха? Ведь когда я была молодой, я подверглась сексуальному насилию». Поэтому, по ее словам, Аллах не существует, потому что с ней это произошло. Так что, чего они хотят? Они хотят Бога в соответствии с их представлениями. Это как бы, «Я хочу Бога, но Он может делать только это». Это нелогично, потому что Бог хозяин, Он Господь, Он всемогущий. Ты понимаешь, брат? Да. Имеет смысл? Да-да. Аль-хамду лилля. Ассаламу алейкум, братья и шёстры. Это автор канала «Призыв Дава». Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово. Благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский да'ват. Аллах наградит вас за это. Ассаламу алейкум.